Центр молодежного творчества – традиционная площадка для проведения губернаторской елки. Точнее, сразу несколько площадок. Самое мероприятие разбито на блоки и стартует в фойе здесь. Возле Большой Красавицы Ели танцуют и водят хороводы. Далее в программе – посещение выставки творческих работ. Она носит поэтичное название «Радужный калейдоскоп». Все это создает особую праздничную атмосферу. Я чувствую приближение праздника благодаря атмосфере, которая тут присутствует. Также благодаря празднику, который нам очень хорошо описали и покажут. Я еще ни разу не была. Вот хочу увидеть, пропитаться этими эмоциями и получить хороший заряд и воспоминаний. Да, у меня есть настроение. Я уже хочу, чтобы он наступил в Новый год. Мне очень нравится на губернаторских елках. Там очень красиво и весело. С экспонатами на выставке ознакомился и губернатор региона Анатолий Лис. Посмотреть было на что – десятки эксклюзивных работ, выполненных в различных техниках и жанрах, достойное украшение праздничного торжества. Затем председатель Брестского обл. полкома обратился к участникам праздника с приветственным словом. Глава области поздравил ребят в зале, а в их лице и всех юных берестейцев с Новым годом. Сегодня в этом зале собрались дети из разных регионов нашей области. Все регионы представлены. Разные категории – помладше, постарше. Но всех вас объединяют, что вы молодые, у вас все впереди. Я хотел бы еще раз поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать всего доброго, добра, мира, здоровья. Все вам самого доброго. Участие в торжестве приняли порядка 350 юных жителей края. К слову, без внимания в эти новогодние рождественские дни не останется ни один ребенок. По всей области будет проведено около тысячи мероприятий. Подарки и поздравления получат более 200 тысяч мальчиков и девочек. Мы уже на протяжении многих лет, проводя акцию «Наши дети», как вы знаете, она проводится уже с начала декабря, ставим перед собой задачи охвата полного всех детей, приглашения, вручения подарков. Поэтому сегодня мы можем сказать, что ни один ребенок не будет обделен новогодним подарком, новогодним сюрпризом, новогодним представлением. Новогодняя акция «Наши дети» завершится в 10-х числах января. Анастасия Стропко, Павел Малошонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.